Программу представляет Дом эстетики и медицины Формула. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. В эфире Бьюти Тайм. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. 25 декабря – Рождество по Ильянскому календарю, время, когда многие мечтают оказаться в католических странах, где эта дата отмечается с большим размахом в сравнении с Новым годом. Уголком Европы со всеми традиционными атрибутами и атмосферой стал на этой неделе бутик 21 век VIP, знакомый модником города по люксовым европейским маркам. Мы с Ольгой с вами недавно вернулись из Италии, где буквально сегодня, 25 декабря, закрыто все, включая Esselungo. То есть, если люди хотят купить еды, они не могут никуда пойти. Там действительно это очень важный праздник. И так как мы занимаемся итальянской и французской модой, то мы решили приурочить это таким вот образом. Решили именно в этот день собрать наших друзей, клиентов, потому что наши клиенты – это для нас друзья. Естественно, для нас это предновогодняя встреча. Что у нас в программе? Значит, у нас в программе фуршет. Подготовили именно такой итальянский фуршет, а потом у нас будет дегустация именно итальянских вин. Очень хорошая идея. Мы вот только что с мужем пришли и обсуждаем. Мы обычно в Европе всегда встречаем Новый год, а здесь получается, что мы попали в Европу. Самое главное, что Ирина Леонидовна, хозяйка этого прекрасного места, она вдохновитель и на протяжении уже многих лет поддерживает такое состояние и такую красоту в городе Челябинске. С компанией 21 век и с семьей Мироновым связывают теплые дружеские отношения. Поэтому я хотела бы пожелать процветания, благодарных клиентов, полной чаши, любви, волшебства, чудес, потому что это Рождество – прекрасное время. Больше позитива, улыбок и побольше дарите нам эмоции, красоту и украшайте наши горы своим присутствием. Но все же бутик не был бы бутиком без фотосъемок и разговоров о текущих тенденциях и остромодных новинках. За фото в этот вечер отвечал фэшн-фотограф Дмитрий Болотин. С новостями из модной столицы выступила Ольга Миронова. Хотим разобрать такие очень сложные, интересные луки и разобрать, может быть, как можно носить необычные вещи. И еще мы хотим поговорить о смешении стилей. Есть стереотип, как можно носить определенные вещи. Например, даже мы берем спортивный костюм Филипп Лейн, очень нарядный. Обычно его носят костюмом. А мы хотим предложить, как можно разбивать и такие немножко нестандартные решения. Или как можно из одной вещи, то есть это может быть как вечернее платье, а если его немножечко совсем по-другому представить, да, правильно подобранные аксессуары, потом можно на каждый день носить. Мы хотим показать, что вот эти вещи это как положение. То есть не то, что иногда говорят, зачем мне это платье, да, мне по-друге я его раз одену и все. Вот мы хотим разобрать, что на самом деле вот такие вещи, да, первых пиней, они не выходят из мод. То есть это тренды, которые, они не длятся сезон-два. То есть это на несколько лет. И на самом деле, то есть можно сначала вот так представить прямо на вечеринку одеть, потом меняя аксессуары, можно абсолютно по-разному обыгрывать вещи. Вот это мне очень интересно. Это основная причина, по которой пришла, потому что Оля, это, наверное, в Челябинске единственный человек такой. Вообще она знаменитая, мне кажется, на Россию все-таки входит бутик в 100 лучших бутиков России. И вообще по вещам, которые здесь продают, видно, что Оля отбирает такие коллекции, что которых нет даже в ЦУМе. То есть у нее вкус и выбор, и очень хочется ее послушать. Это, в принципе, моя основная причина, по которой я сюда пришла, прислушаться к ней. Это человек, которому можно доверять в моде. Кстати, канун Нового года – время подводить итоги, в том числе и модные. Гости вечера поделились с нами своими открытиями, новыми любимыми марками и стилевыми решениями. Именно в 17-й год, прошедший год, он был такой пиковым именно по спортшику. Сейчас много одежды приходит именно в спортшику. Мне очень нравится образ, который создает специалист 21 века. Вот конкретно образ Александр Перехов, мой любимый дизайнер. Мне очень нравится его одежда, и я ее могу приобретать только здесь. Именно только 21 век привозят эту одежду. Это спортивный костюм, да, это спортшик. И мне очень комфортно, удобно, это модно сейчас. И я с удовольствием ношу вещи, которые приобретаю в этом магазине. Что может произвести такое особое впечатление? Это, например, сочетание несочетаемого. То есть можно одеть, допустим, длинную юбку, которая издалека может даже показаться где-то классической, а она с ботинками без каблука, либо с кроссовками, с свитшотом или с джемпером, и смотрится очень классно. Ну вот как бы сочетание несочетаемое. Вот так бы я это назвал. Я очень хотелось бы сказать, что для себя я открыла в этом году очень новую марку. Это марка Wanderit. Вы можете сегодня посмотреть на мне. Очень хорошая материя, очень красивый дизайн. Доступно по цене. И вы будете выглядеть индивидуально, сказочно и неповторимо в новом году. Так что если хотите встретить Новый год, а год собаки, именно яркой собаки, должно быть золото много. Собака любит золото, потому что это собака с определенной тут, так скажем, раскраски. И в этом году надо быть большейшим-то ярким. Наше праздничное настроение и стиль не в последнюю очередь определяет красота вокруг нас. А потому окружить себя ей в интерьере, одежде – дело весьма важное. Последнее подтвердят все гости этого вечера и наша съемочная группа. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Есть такая традиция – католическое Рождество в высшей отельной школе отмечать. Каждый год студенты и преподаватели устраивают тематические вечера. В этом году гостей пригласили на итальянский ужин. Почему Италия? Потому что так сложилось, что в этом учебном году занятие по кухне с нашими студентами ведет итальянский шеф-повар. В Италии также были практики, и мы решили соединить дизайнерские, так как у нас многие ребята делали наши декорации. И так как у нас Gaetano – итальянец, мы решили соединить это все вместе, чтобы полностью насладились гости Италии. Мы не хотели, чтобы у нас был просто прием, вот просто красивый ресторан, декорированный в итальянском стиле, красивое белье, красивая сервировка, там тоже с какими-то элементами итальянского, так сказать, декора. Мы хотели, чтобы еще была какая-то небольшая программа, потому что вот такие тематические проекты сейчас очень востребованы, и гостям, ну, просто есть и пить. Потому что в красивом интерьере очень, наверное, интересно. Изысканная кухня, синхронная подача блюд. Для студентов этот вечер является рядовым экзаменом зимней сессии. Гости должны чувствовать себя как дома. То есть мы сегодня устраиваем именно уютный рождественский и итальянский вечер. Официанты сначала выходят одновременно, и по кивку, когда уже все готовы, одновременно ставят тарелочку. Это называется симфонный сервис. Она не обязательно, когда она выглядит очень красиво, то есть на таких больших мероприятиях, и даже на таких небольших, как наша, она выглядит очень красиво, очень достойно. Уже был представлен тартар из тунца, салат из замороженных овощей, порезанных слайсами. Сейчас мы подавали... Да, там дуэт брускет был с говядиной и с томатами. И вот в данный момент они сейчас будут подавать скоро пасту с индейкой и с липками, и белыми грибами. Гости остались под большим впечатлением от мастерства и с удовольствием делились своими эмоциями. Такое чувство, что я окунулась в Италию, и приятно почувствовать Рождество. Итальянская кухня, конечно, потрясающая. Уровень сервиса высочайший. Я думаю, что в будущем специалисты будут очень даже высокого уровня. Меня подруга пригласила сюда, потому что у меня недавно было на день рождения. Это был ее подарок. Столько всяких впечатлений, эмоций. Вообще все замечательно. Необычная подача, да, очень оригинальная подача. Нам понравилась особенно ракушка замороженная, внутри розочка была. Да, там розочка. Да, было необычно. Сервировка стола и высококлассное обслуживание на этом ужине – это далеко не все, что смогли почувствовать гости. Каждый ощутил себя маленькой частью большой итальянской семьи. Студия красоты Гуфа поздравляет всех с Новым годом! Январь. Время позаботиться о себе. В студии Гуфа специальные цены на профессиональные программы ухода за волосами от марки Redken. Студия Гуфа. Работаем для вас. Достойно и доступно. Новогодняя распродажа. Скидки до 50%. Бутик Елена Миро. Проспект Ленина, 65. День одной цены в Тессуре. Приятные цены на часть коллекции тканей. Салон тканей Тессура на Тимире Азила, 26. Конец года – это всегда время подведения итогов. Финалы конкурсов, раздачи премий и планы на будущее. О том, с какими результатами завершился проект «Краса Урала» смотрите прямо сейчас. Быть принцессой в реальной жизни вполне возможно, если вы участница проекта «Краса Южного Урала». Темой финального шоу стал культовый мультфильм «Анастасия» со всеми его сказочными мелодиями. Это проект как о внешней, так и о внутренней красоте. Самое главное, чтобы, как говорится, душа у южноуральской красавицы была прекрасной, нежной, чистой, душистой. И самое главное, чтобы эта душа была наполнена любовью. Этот проект для девчонок, которые хотят себе показать, хотят найти что-то новое, приобрести какой-то новый опыт для себя. Проект «Краса Южного Урала» – он рассчитан для того, чтобы каждая девушка могла себя раскрыть, узнать что-то новое о себе, какие-то новые творческие моменты. Этот конкурс также дает возможность девочкам раскрыть себя в целях благотворительности. Это тоже немаловажно. Как каждая девушка достойна быть на этом проекте. В жюри были приглашены финалисты других проектов. Ведь они, как никто другой, знают, по каким критериям оценивать участниц. Знаете, мне кажется, что все участницы хороши на самом деле. И в каждой есть тоже какая-то изюминка. И это очень сильно проявляется. То есть, как они улыбаются, как они смотрят на зрителей, на жюри. И всегда сложно оценивать участниц, потому что они все стараются. Они всегда показывают на 100% то, как и они красивые, замечательные. В первую очередь оцениваются всегда по горящим глазам, по красивой, яркой, улыбке открытой. Ну и, в принципе, открытости, артистичности. Проект «Краса Южного Урала» уже не первый сезон завоевал уже популярность и сердца многих девушек в нашем городе. Потому что он позволяет каждой из них раскрыть свою внутреннюю красоту. Участницы проекта долго шли к финальному выступлению, посетив немало мастер-классов и воркшопов. Для некоторых процесс подготовки значил даже больше, чем результат. Я очень активный человек. И когда увидела вот этот проект, я не могла его пропустить. Я хотела попробовать себя, попробовать ощущения. Для меня главное – участие, а не победа. Я очень давно хотела принять участие в этом проекте, потому что я смотрела видео с прошлых сезонов. И эмоции участниц – это незабываемые, мне кажется, такие впечатления, которые на всю жизнь запомнятся. Проект дал мне много эмоций, опыт большой. Я открыла для себя новую вещь, что я могу быть неплохой актрисой. Для меня это раньше было чуждо. Танцы, дефиле – это было все для меня очень новое, интересное. Я приняла участие для того, чтобы раскрыться, показать себя. Я надеюсь, сегодня победить. И каждой желаю удачи и успеха. Победительница седьмого сезона проекта «Краса Южного Урала». Как вы думаете, кто? Елена Самаронова! Вторая победительница проекта «Краса Южного Урала» – седьмой сезон. В проекте был интересен сам процесс, побывать в роли принцессы. С детства мечтает каждая девушка. Сам проект – это действительно удивительная сказка, в которой надо побывать, почувствовать, ощутить все эти самые эмоции. В мире цифровых технологий и высоких скоростей желание девушки верить в сказку никуда не исчезает, а погружение в новые эмоции дарит фабрика проектов. Кстати, регистрация на новый сезон уже открыта. Это «Бьюти Тайм». Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Свитеры, пыловеры и джемперы определенно сменили свое стилевое назначение. И нынешней зимой с их помощью не только утепляются, но и создают стильные образы. Главный принцип по выбору теплого верха – эффект контрастности. Например, где использован декор, который привычен на более тонких полотнах шелка или хлопка, а именно пайетки, бисер или бусы. Следующая отличная идея – непривычные принты. Снежинки, орнаменты сменяют флористическая или анималистическая тема. Эффектной идеей также станет использование трикотажа или шерстяного полотна в моделях свитшотов, бомберов или курток. Джинсы, брюки, как привычные компаньоны свитеру, стоит попробовать сменить на юбку шелковую летящую, прямую карандаш или вовсе спортивное трико. Новогодние вечеринки – это торжество креатива, особенно когда в качестве приглашенных люди творческих профессий. Новый год в студии «Третий блок» отметили эпатажно, стильно и интеллектуально. Подробности далее. Веселые новогодние вечеринки давно стали частью жизни большого города. Формат события чаще всего определяет атмосфера той или иной площадки, где проходит пати. В творческом пространстве «Третий блок» известным креативным подходом к чему бы то ни было организовали вечеринку под названием «Ноу-комментс». У нас каждый год какие-то неординарные вечеринки, потому что мы достаточно неформатное пространство. В этом году мы решили поэкспериментировать с форматами и сделали такой званный фэйшн-ужин, где была создана и разработана специальная программа «Фэйшн Брайн Геймс». Госты с удовольствием поддержали данный формат и пришли на наше мероприятие. Сегодня день особенный. В пресле тоже у нее были падения, взлеты. И все равно взлет был самый мощный, самый сильный, самый-самый-самый. Поэтому и такой образ, наверное, был выбран. Я попала сюда в группе ВКонтакте. Был конкурс репостов, но я сделала его себе на страницу и стала счастливым, была термотопилетом. Вечеринка для меня была абсолютно таким сюрпризом. Мне позвонили девочки и сказали, Юля, ты хочешь поучаствовать в эпатажной вечеринке в третьем блоке? Я поэтому с образом немножко напутал, потому что, видимо, слово эпатаж в моем лексиконе имеет несколько другое значение. Впервые в жизни, но мне здесь нравится. Туя, как вы видите, символ Нового года, то есть собачку, которая тут нашкодила, немножко праздничные туфли, видите, погрызла. Ну, по крайней мере, может, она их не погрызла, а принесла хозяйке. Я считаю, что любые мероприятия, где люди отдыхают, веселятся, это хорошо и полезно, потому что целый год работаешь, а тут хоть немножко отдохнуть, я считаю. Люди, которые следят за модой и посещают фэшн-события, встречают Новый год стильно, но при этом традиционно. То, наверное, со своей семьей и с близкими, друзьями. Новый год я буду встречать с семьей. Один, с семьей, кошкой. Отмечать с песнями, с танцами, с плясками не всегда хочется, и я планирую с дочкой уехать в санаторий в глуши и очень тихо, спокойно отметить. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому традиция отмечать праздник несколько раз и в различной обстановке отлично прижилась. Ведь хочется и в Новом году блистать и сиять точно так же, как и на No Commons вечеринке в третьем блоке. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Соне Кривой 30. Дом эстетики и медицины «Формула». Все, что нужно для красоты, легкости и хорошего самочувствия. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. Пусть в Новом году будет больше возможностей проводить время с близкими. Пусть будут поводы надевать праздничную одежду. Пусть каждый день возникает желание выглядеть стильно. А за вдохновением добро пожаловать к нам! Искренне ваш «Модный дом. Я». Все выпуски «Бьюти Тайм», а также новости и анонсы событий на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. А на этом выпуск завершен. До встречи. Стилисты проекта «Модный дом. Я» Имидж-студия Елены Ивановой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова